Что такое инклюзия? Часть вторая. Инклюзивность – это учет голосов разных людей и обеспечение равного комфорта для всех. Вот несколько примеров того, как определенный опыт приводит к дополнительным потребностям. ЛГБТК плюс люди чаще сталкиваются с ограничениями по признаку сексуальной ориентации и поэтому нуждаются в дружественной и безопасной среде. Родители маленьких детей не всегда могут присоединиться к мероприятиям, если они не предусматривают возможность посещения с ребенком. Люди, пострадавшие от насилия, более чувствительны к социальному взаимодействию, прикосновениям, зрительному контакту, даже темам для разговора. Мигранты и мигрантки сталкиваются с языковым барьером, а также чувствуют себя менее уверенно, поскольку для них не очевиден и район, и образ жизни в нем. Даже пищевые привычки также следует учитывать, в инклюзивном месте есть предложения для людей с разными диетическими предпочтениями. Чем больше мы узнаем о разнообразии опыта других людей, тем больше скрытых ограничений становятся явными и очевидными. Но как все это учесть и преодолеть? Общаться! Выслушиваем уязвимые группы людей и спрашиваем, какие способы они видят для преодоления этих ограничений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова